Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. В результате безответственного поступка артиста погиб водитель фургона Сергей Захаров, который ехал навстречу артисту. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом и записывает видеообращения, на которых просит прощения. Своих эмоций от просмотренного видео не смог сдержать и Эдгард Запашный. Дрессировщик отметил, что совсем не узнает Михаила Олеговича. По словам Запашного, данная ситуация превратила его в совершенно другого человека – Михаил Ефремов. На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов. Мои соболезнования семье погибшего. Так прокомментировал ДТП Эдгард на своей странице в Инстаграме. Спустя четыре дня после жуткого ДТП Михаил Ефремов записал видеообращение. В видеообращении к семье погибшего актер просит прощения, понимая, что родственники Сергея Захарова никогда не смогут забыть о случившемся. Более того, Михаил Олегович отметил, что в этой ситуации не существует такого понятия, как актер Ефремов. Артист публично заявил, что никто не будет его отмазывать. Некоторые оценили смелый поступок актера, однако не всем его слова показались искренними. Эксперт по лжи Илья Онищенко, который по внешнему виду может понять состояние и чувства человека, заметил, что Михаил Ефремов читает выученный текст. Это заставляет специалиста сомневаться в том, что актер говорит от души. Артист заявил, что отмазываться не собирается. Нет смысла. Вы сами все видели, отметил он. Онищенко задался вопросом, неужели тот начал бы отмазываться, если бы никто ничего не видел. При этом Ефремов ни разу не сказал, что его мучит совесть. В речи актера был лишь один искренний момент. Эта фраза, слава богу, моя мама не видела. Тут Ефремов на самом деле переживал, подчеркнул эксперт. «Слишком красиво расставлены слова. С моей точки зрения, если ты все прописал заранее, это не является для тебя правдой», – заключил Онищенко. Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. Когда он вышел из машины, стало ясно – сильно пьян. Позже эксперты обнаружили в крови артиста алкоголь и наркотики. Водителя фургона Сергея Захарова медикам спасти не удалось. Он скончался на следующее утро. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Пока актер находится под домашним арестом. Идет следствие.